Девушки отдыхают Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача беседы с батюшкой и ее ведущей Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях руководитель Координационного центра по работе с добровольцами и со сестрами милосердия отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, главный врач епархиальной больницы Святой Блаженной Ксении Петербургской Иерей Алексей Лебедев. Ачес Алексей, здравствуйте! Добрый вечер! Пожалуйста, благословите наших телезрителей! Господь благословит Богом! Дорогие друзья, сегодня мы с отцом Алексеем поговорим о милосердии. По техническим причинам звонки в студию мы сегодня не принимаем. Отец Алексей, вот приближается память Святой Блаженной Ксении Петербургской, имя которой носит больница, в которой вы трудитесь и являетесь главным врачом. В связи с этим хотелось бы попросить вас рассказать о вашей деятельности, о том, что эта больница из себя представляет, для кого она и, может быть, о тех мероприятиях праздничных, которые планируются в связи с Днем Памяти Блаженной Ксении. Действительно, наша больница Святой Блаженной Ксении Петербургской – это уникальное учреждение нашей епархии. В епархии она вообще единственная. Она была передана Церкви в 1992 году. Освящение совершил патриарх Алексей Ненепокойный. И больница получила имя Святой Блаженной Ксении Петербургской. Как я сказал, это уникальный опыт нашей епархии. Это единственная больница, в которой оказывается профессиональная медицинская помощь для прихожан и для их родственников. Прихожан храмов Санкт-Петербургской епархии. Наша больница сейчас располагает 40 койками, госпитализируемые, как я сказал, и прихожан, и их родственников. Оказываем помощь – это сельсинский уход, профиль нашего служения, и палеотивная помощь. Учитывая тот факт, что сейчас у нас в Петербурге на самом деле нехватка коек сельсинского ухода, то, конечно же, наша больница очень востребована, и госпитализации сейчас у нас идут таким, может быть, даже потоком. К нам вращаются не только прихожане наших храмов, но и, естественно, о нашей работе узнали и жители нашего города, люди не особо церковные, и, конечно же, обращаются в большом количестве и они. И мы стараемся не обделить никого вниманием нашей помощи, поэтому мы госпитализируем не только прихожан, но и обычных людей, которые обращаются за подобной помощью в наше учреждение. Действительно, сейчас у нас накануне праздник, 6 февраля, День памяти Блаженной Ксении Петербургской. Поскольку наша больница носит ее имя и храм больничный освящен в ее честь, конечно же, у нас будет совершена божественная тургия, после которой мы обязательно всех наших больных причащаем, поздравляем с престольным праздником, и будет у нас праздничная трапеза, за которой мы поздравим также и персонал нашей больницы. Спасибо. А что касается координационного центра по работе с добровольцами и сестрами милосердия, вот насколько он связан непосредственно с больницей Святой Блаженной Ксении? Ну, само по себе работа в подобного рода учреждении, я бы и работы-то не назвал. Я лично всегда сам отношусь к этому и надеюсь, что так же относится и персонал к своей работе, как к служению. А служение, действительно, служение у постели больного – это милосердное служение. И как не в церкви это милосердное служение совершать? И поэтому, возглавляя координационный центр по работе с сестрами милосердия, добровольцами, конечно же, мы стараемся, с одной стороны, выстраивать взаимоотношения, координировать работу общин с сестрами милосердия нашей Санкт-Петербургской епархии, и, с другой стороны, привлекать сестер милосердия для подобного служения в больницу нашу, и из числа самого персонала воспитывать будущих сестер милосердия. У нас уже в нашей больнице трудятся 200-3 милосердия, помимо того, что, в принципе, весь персонал у нас воцерковленный. — Спасибо. Вот это очень важный момент — милосердие, сестринский уход и так далее. Почему? Потому что сегодня очень многие люди задаются вопросом, что такое милосердие, и кто такой милосердный человек, и как вот это служение милосердия осуществлять. И кто-то думает, что это что-то приобретённое, что вот это должно уже быть в человеке, кто-то это пытается в себе воспитать. И как можно ответить на этот вопрос? Во-первых, что такое милосердие? А во-вторых, кто такой милосердный человек? Чтобы понять, как это служение осуществляется. Я думаю, что, например, даже рассматривая слово «милосердие», можно понять два его смысла. Во-первых, это милое сердце, а во-вторых, милующее сердце. Вот я думаю, что милым сердцем обладают многие люди, нас окружающие, люди церковные, не церковные. Это просто добрый, хороший, отзывчивый человек. А вот милующее сердце, я думаю, что это уже шаг вперёд. Это человек, который не просто является хорошим, добрым человеком, даже хорошим христианином, но человеком, для которого боль, нужда окружающих людей не просто как факт, а это смысл его жизни, чтобы оказать помощь нуждающимся. И вот тогда сердце из просто доброго, милого превращается в милующее. То есть сердце, которое делится своей любовью, своей теплотой и своим милосердием. И, конечно же, имея уже расположенность подобного рода служению, воспитать в себе милосердие, наверное, я думаю, что можно через труд, через такой милосердный труд, через такое милосердное служение. И, в первую очередь, конечно же, это воспитывается у постели больного. Человек, который обделён где-то, может быть, действительно любовью, вниманием, заботой. Потому что, представьте, человек лежит на больничной койке. Большую часть времени он находится один, либо, по крайней мере, без присутствия родственников. Он всё равно со своей болезнью, своими переживаниями сталкивается один на один. Даже к нему, если подходят медсёстры, врачи, всё равно такой теплоты сердечной они не могут дать. И вот здесь задача сестры милосердия именно дать свою любовь, дать свою милосердие, свою теплоту, свое сердце этому человеку. И, конечно же, это такая школа духовная, служение у постели больного. И я думаю, что здесь вот именно можно воспитать себя, воспитать свое сердце из милого, доброго сердца уже в милующее сердце. Да. Ну, это наверняка очень сложно. Ну, человеку над собой такую работу проделать. Ведь есть такое распространённое очень убеждение среди людей, которые пытаются себя как-то понять, осмыслить, вот, с точки зрения, милосердный я человек или нет. Очень часто такие люди говорят, что, знаете, вот, меня хватает едва ли на мою семью, да? Ну, чтобы я просто часто даже терпел кого-то из своей семьи. Бывает и такое, не то чтобы даже, ну, вот, любовь, она вот заключается вот и в таком терпении, в частности. А здесь я как бы должен выйти за рамки своего самого ближнего круга, своей семьи и пойти к тем людям, которые мне фактически по-евангельски являются ближними, но фактически чужими людьми и должен подарить им свою любовь. Вот как это сделать? Сделать очень просто. Во-первых, я говорю сразу, что, если подумать о таком роде служении, милосердном служении, служении среди милосердия, на самом деле, например, до революционной России насчитывалось чуть более 20 общинств и милосердия. В лучшем случае это 50-80 сестёр в каждой общине, а то и меньше. Грубо говоря, в среднем это, ну, тысяча сестёр милосердия во всей России. Вопрос. А что других, кроме сестёр, не было людей, которые желали бы поделиться своей любовью, теплотой, состраданием, послужить деятельной верой нуждающимся? Я думаю, были. Но вот именно этих вот избранниц было столько. Поэтому я думаю, что Господь даёт каждому человеку своё место спасения. Кому-то Господь благословляет писать прекрасные труды, будь даже богословский. Кому-то управлять, прекрасно справлять человек с управлением. А кому-то именно трудиться в помощи нуждающимся. А как это определить? Это очень просто. Просто попробовать. И я думаю, что человек, который уже об этом задумывается, который уже об этом начинает думать и искать такого служения, то я думаю, этот человек уже призван. Я думаю, что однозначно человек, который ощущил в своём сердце желание поделиться своей любовью, и начинает поиск этого человека, которому он готов бы дать свою любовь, я думаю, что уже однозначно Богом ему готовлено такое именно служение милосердное. В нашем хосписе, где я работал врачом 16 лет, у нас была прекрасная традиция, к нам приходили ребята-семинаристы. Раньше это был такой акт энтузиазма, сейчас, слава Богу, это социальная практика, приходят ребята с нашей духовной семинарии, академии. И тогда мне было очень интересно наблюдать, я был человеком тоже верующим, но еще не был в сане. И мне было действительно радостно, когда я, будучи врачом, видел, как приходят ребята-семинаристы, девочки из регионского отделения. И обычно приходит первое посещение, это большое количество ребят, там человек, наверное, 15-20 придут они. Но прекрасно я потом, к сожалению, понимал, что из них останется 3-4 человека. И это неплохо, это хорошо. Человек, который попробовал свои силы и понял, что это не его. Это не его, он найдет свое место служения в каком-то другом направлении. А вот те, которые останутся, это будут прекрасные пастыри, ибо прекрасные христианки, которые такими и становились впоследствии. Я дружу с отцами, которые когда-то приходили лет 15-16 назад к нам в хоспис, и до сих пор на все отношения с девочками, которые тогда были. Девочки, сейчас уже регенши прекрасных храмов нашей Санкт-Петербургской епархии. То есть нельзя говорить, утверждать, что если человек оказался в милосердном служении, ну как бы не его место, то он плохой христианин. Нет, нет, нет. Каждый трудится там, куда его устанавливает Господь. И каждый находит свое место. Каждый находит место для спасения. А вот координационный центр, который готовит сестер милосердия, какой у вас там существует, может быть, критерий отбора, чтобы понять, что вот этот человек именно для этого служения подходит. В нашей епархии действительно существует центр, в нашем отделе под сроком благотворительности, центр, координационный центр по работе сестер милосердия, который я возглавляю. И наша задача вот этого центра действительно скоординировать, сорганизовать работу уже существующих общин сестер милосердия. Слава Богу, у нашей епархии сейчас 15 общин сестер милосердия. 15, только в Санкт-Петербурге. Я изначально сказал, что во всем, во всей России было порядка 20. У нас в Петербурге же 15, и несколько общин сестер милосердия сейчас формируется, новых. Это очень прекрасная тенденция, и только остается порадоваться. А о том, как найти новых сестер милосердия и как их обучить, то вопрос об этом стал несколько лет назад, и мы организовали школу сестер милосердия. Это тоже такой пилотный проект, удивительно интересный и радостный. Мы заключили трехсторонний договор, это первый медицинский колледж, Санкт-Петербургский хоспис номер один на нашей епархии, в соответствии с которым мы проводим обучение на базе первого хосписа всех желающих. По окончании нашего курса, нашей школы сестер милосердия, все выпускники получают и государственный сертификат младшей медицинской сестры, и удостоверение епархиальное об окончании нашей школы сестер милосердия. Ведется прекрасная подготовка, преподают и врачи, и психологи, и соцработники, и духовенства, и сестры милосердия. И вот человек, оканчивая нашу школу, он уже сам определяется. Либо он остается, скажем так, светским тружеником, что тоже неплохо, и сейчас востребованность очень большая в младшем медицинском персонале, либо человек уже находит в себе силы, желание совместить и профессиональную свою деятельность, и уже милосердное служение как сестры милосердия. И тогда уже мы можем подсказать, в какую общину можно обратиться, какая община несет свое служение в той или иной больнице, и где же этот человек, желающий, может потрудиться. Очень ценно, да, вот этот момент, что человек может и просто трудиться в больнице, потому что всегда слышны такие от людей, которые работают в больницах, что, знаете, очень плохо дело, но часто бывает именно с санитарами, да, с санитарщиками, кто будет за больными присматривать, приглядывать. Ну, потому что это действительно может быть как призвание рассматриваться. И что немаловажно, сестра милосердия после окончания наших курсов становится профессионалом. Потому что быть просто добрым, отзывчивым человеком мало при уходе за человеком. Здесь необходимо иметь определенные навыки. И вот эти навыки, профессионализм наши выпускники получают, оканчивая нашу школу стюль милосердия. То есть здесь подготовка и профессиональная, а какая-то психологическая подготовка есть? Как я говорил, конечно, уже у нас преподают и психологи, и психотерапевты. Ну, естественно, и духовенство идет курс духовной основы милосердия. А с какими проблемами может столкнуться человек в такой сфере непростого служения больничного, в работе с пациентом, который может ведь по-разному расценивать то, что с ним произошло, свою болезнь? Проблемы всевозможные. Мы вот с вами в прошлом раз беседовали, например, о специфике служения у постели онкологического больного. Да, это стадии принятия диагноза, возбуждение, агрессия, отрицание, уныние, депрессия. И все это, конечно же, пациент очень часто выплескивает на обслуживающий персонал. Поэтому, конечно же, люди бывают раздражительные, обозленные. Соответственно, и родственники бывают такие же, потому что они тоже переживают за своего родного, близкого человека. И вот с этим приходится всегда сталкиваться и санитарочкам, и врачам, ну и, конечно же, с сестрам милосердия. И здесь надо проявить недюжие и терпение, и смирение порой. Иметь силы не ответить на какое-то резкое слово и даже, может быть, сказать какое-то слово утешения. Это специфика общения с больным человеком. Больной человек, он страдает. Неважно, каким заболеванием он поражен, он страдает. Он страдает от болей. Он страдает психологически от того, что, может быть, он находится в одиночестве. Может быть, у него какие-то обиды на родных, на близких, что они его там оставили и не так часто, как хотелось бы, навещают. И вот, конечно же, задача сестры милосердия – постараться понять, что беспокоит этого человека, и аккуратно, деликатно утешить и помочь в этой тяжелой ситуации. Можно несколько практических моментов рассмотреть, то есть важных для тех, кто хотел бы послужить, и важных для тех, кому вот это служение может помочь. Бывает такое, что человек унывает, грустит, загрустил и говорит, вот, все плохо, значит. И ему говорят, знаешь, если ты считаешь, что у тебя все плохо, сходи вот в больницу, например, да, где люди действительно, ну, болеют и страдают, и часто мучаются от своих болезней, и посиди рядом с кем-нибудь, просто, ну, просто загляни в палату, не знаю, или пообщайся, или помоги как-то. Вот стоит ли так делать, чтобы человек, ну, может быть, воспрял, почувствовал снова вкус жизни? Ведь сегодня в связи со многими факторами депрессия, уныние и так далее, довольно распространенное заболевание, да, и вот такая, можно сказать, терапия, такая панацея, как это можно назвать, может ли она иметь место быть в данной ситуации? Я бы даже назвал шокотерапией. Шокотерапией, я думаю, что вот в такой ситуации, ну, некорректно, некорректно. Когда человек сам находится в такой тяжелой психологической ситуации и состоянии, и ему показывать вот такого человека, страждущего, будет неправильно, вот. И тут необходима, на мой взгляд, конечно же, совсем другая терапия. Не такая не шокотерапия, здесь нужна духовная терапия. То есть, в первую очередь, необходимо, я думаю, человека пригласить, посетить не больницу, а посетить храм. Потому что радость вообще своего бытия и какие-то вопросы, ответы на вопросы мучащие, можно получить, и, скорее всего, человек получит, придя в храм, помолившись, исповедавшись, причастившись, и спросив благословение или ответ на его вопрос, в церкви у священника. Я думаю, что будет правильнее, если человек находится в такой тупиковой жизненной ситуации, его направить в храм, желательно к опытному духовнику. А тогда уже, побеседовав, я думаю, что уже батюшка, он либо даст дельный совет, подскажет, либо уже действительно посоветует, может быть, в этой ситуации будет полезно человеку уже и потрудиться. Хотя, опять-таки, даже если говорить о профессионализме, например, о хосписах, добровольцев, волонтеров, например, на Западе, не принято принимать на работу в хоспис, если он сам перенес травму, потери родственника от онкологического заболевания. Считается, что это неправильно. Спасибо. Теперь, что касается Санкт-Петербурга. Вот людям, которые хотят именно таким образом послужить ближнему, как им к вам обратиться, чтобы, может быть, получить соответствующую подготовку? Ну, у нас, в нашей епархии сейчас действует, развивается отдел по церковному благотворительному и социальному служению. Это удивительный, вот на данный момент, скажем, такой пример деятельного служения церкви. Сейчас собрана прекрасная такая энергичная команда. Возглавляет отец Николай Бриндин священник, далеко не молодой, но вот глаза светятся и сердце горит, как у молодого священника. И, видев его, невозможно остаться равнодушным таким вот злободневным социальным проблемам. И когда отец Николай меня пригласил и возглавить наш координационный центр, и стать главным врачом епархиальной больницы, я не смог ему отказать. Видя его такой запал духовной энергии. Ну и, конечно же, все, кто желает потрудиться, либо думает об этом, милости просим, приходите в наш отдел, обращайтесь. Секретарь вам подскажет все необходимые телефоны, все контакты. И можно выйти на тот и того или иного руководителя координационного центра, и вам уже могут определить вашу сферу деятельности. Потому что у нас есть несколько центров, которые занимаются самыми ключевыми социальными вопросами. А какие там ресурсы? Вот конкретно у вашего центра, у отдела и так далее. Есть ли сайт, социальные сети и так далее? Есть. Есть у нас сайт отдела, очень хороший сайт, на котором представлены все наши координационные центры, на котором представлены все контактные телефоны, и освещена работа всех центров. Поэтому, кто желает ознакомиться, ради бога, смотрите в интернете. Прекрасно у нас все это организовано. Спасибо, Отец Алексей. Теперь расширяем круг, поскольку телезрителей у нас много, и они буквально живут по всей земле. И те, кто, конечно, интересуется, смотрят наш телеканал, то есть и в России, и за ее пределами. И вот теперь касаемо тех людей, которые хотели бы заниматься таким видом служения, у постели больного потрудиться, что можно им посоветовать, с чего им начать? Если, предположим, они этим еще не занимались, живут они не в Петербурге, да, и, может быть, даже у них в городе нет ни сестричества, ни подобных центров и так далее. Но вот, может быть, епархия как-то сотрудничает с больницами и так далее. Вот как этому человеку подготовить себя, тоже психологически и так далее? Ну, вы уже ответили на этот вопрос. Надо подготовить действительно себя. Начать надо с себя. Искать таких вот подвигов, чтобы бросаться грудью на абразору, человеку сразу неправильно. Необходимо начать с себя. Есть ли у тебя смирение? Есть ли у тебя терпение? А как мы спасаемся? Друг друга тяготы носим. Мы так исполняем закон Христов. Поэтому надо посмотреть на себя. Как ты себя вообще ведешь в семье? Есть ли у тебя терпение к слабостям, немощам твоего родного, близкого человека? Либо мы терпим, любим, помогаем, либо мы фыркаем, ругаемся, и даже не хотим стакан воды подать. Уже показатель, что мы не готовы к такому служению. Как мы смотрим на человека, который в подворотне лежит, даже может быть и человек нетрезвый, проходим мимо, либо мы пытаемся ему помочь. Вот за собой надо следить. Если действительно у нас есть в сердце любовь, сострадание, если мы свое внутреннее убеждение выплескиваем наружу и помогаем нуждающимся людям, то тогда действительно надо уже искать точки приложения вовне. А когда этого нет, то надо себя стараться воспитывать. А это воспитывается, еще скажу, через церковное воспитание, через духовное воспитание. Это же элемент, даже метод и путь ко спасению. Такое служение — это спасение. А Господь говорит, что без меня не можете творить и ничего сложа. Поэтому здесь надо только через воцерковление, через духовное возмужание, а для этого надо идти в храм. Вообще, да, все свои первые шаги подобного рода служения необходимо начинать с молитвы, с благословения, с духовного укрепления. Я думаю, так. Спасибо. Что касается профессионального выгорания, можно сказать здесь слово «профессионально употребить», потому что человек все-таки в определенной сфере учится, то есть трудится и часто даже учится этому. Бывают такие состояния наверняка, когда человек устает, и нет у него, может быть, силы, желания дальше этим заниматься. Вот как в такой ситуации быть? Каким образом? Кому обратиться за помощью, и каким образом, может быть, себе помочь в данном случае? Действительно, есть такое понятие, как выгорание. Это эмоциональное, скажем так, выгорание, обнищание, эмоциональное, психологическое. Тогда, когда человек сталкивается с серьезными проблемами, обычно выгоранием страдают люди, как я уже говорил, тоже ранее работающие, например, в хосписе. То есть в тех местах, где ты постоянно сталкиваешься со страданием людей, с болью окружающих людей, бывает даже и со смертями. И тогда, конечно же, у человека наступает усталость, где-то, может быть, эмоциональное такое невосприятие к чужим страданиям, к болью. И это очень часто бывает. Я лично у нас в хосписе лет, наверное, 16 назад, 15 проводилось исследование по выгоранию, мы заполняли множество различных анкет. И вот без хвостовства я на тот момент уже лет, наверное, 5 проработал в хосписе врачом. Был тяжелый период, действительно было очень много и, к сожалению, летальных исходов. И когда озвучили результаты, мне так по секрету сказали, что вот у вас такое ощущение, что вы только-только пришли. И я могу объяснить только тем, что человек, когда живет с Богом, человек, который относится к своей работе не как к обычной, рутинной работе, а как к своему служению, то этот синдром выгорания его обходит стороной. И здесь уже законные физические уступают место закону духовному. Чем больше мы отдаем своей любви, сострадания, своей сердечной теплоты, тем больше Господь это возвращает. И поэтому человек церковный, духовный, я больше чем уверен, вот это выгорание, оно не наступает. Если мы посмотрим историю церкви, да, то практически при каждом монастыре были богодельни. И вообще на Руси было очень развитое служение милосердное ближнему. Были какие-то больнички, лечебницы. И наоборот, для того, чтобы обрести терпение, смирение, людям давалось послушание, служение именно у постели больного. И люди проводили всю свою жизнь в этом послушании. И никакого выгорания, я думаю, что не было. И более того, человек приобретал любовь, терпение, сострадание. А, конечно же, человек не особо воцерковленный, либо светский, конечно, подвержен подобного рода явлениям. Но что могу здесь только посоветовать? Конечно же, глоток свежего с духовного воздуха. А это посетить святые места. Это очень духовно бодрит посещение монастырей, различных святынь. Ну и, конечно же, это церковная жизнь, это духовная жизнь. Это молитва, причастие, исповедь. И вот это вот придает нам силы. Будь то человеку церковному, глубоко духовному, будь то только воцерковляющему, либо только-только вступившему на путь воцерковления. Спасибо. Еще можно поговорить о тех, кто сталкивается, ну, не в первый раз, может быть, со смертью. И что происходит? Человек, может быть, видел уже и не один раз, да, тяжелые ситуации, даже летальные исходы. И вот бывает такое, что он не просто выгорает, а он ломается. И начинает говорить, ну, вот где же там справедливость, например. Ну, этот человек уж точно должен был жить, и вот его и не стало. И он задает такой вопрос. Вопрос сегодня очень распространенный, который мир вот каждый день задает церкви, когда что-то случается. Почему, значит, страдания, почему боль, и где справедливость? Как ответить на этот вопрос человеку, его задающему именно со стороны тех, кто трудится на Ниве вот этого больничного служения, ну, и в то же время тем, кто заболевает часто серьезно, и задает тот же самый вопрос как раз тем и сестрам милосердия, и волонтерам, и священнику, и врачу, которые подходят к этому человеку, когда он на больничной койке уже оказался? И я, к сожалению, этот вопрос очень часто слышал. Очень часто слышал и от больных, которые страдают незлечимыми заболеваниями, и от их родственников. Я всегда говорю, и я уверен в своих словах, я говорю, что Господь, Он же не какой-то бездушный палач, который дает какое-то вот наказание за тот или иной грех. Если было бы так, если был бы Господь справедливым судьей, то нас бы уже давно не было здесь. А Господь судья несправедливый, Он всех любит и терпит. И поэтому, а и печется у спасения. Все, что совершает Господь с каждым из нас, это воля Божия к у спасению. И даже тогда, когда посещает нас печаль в виде болезни, тяжелой болезни, излечимой болезни, это особый промысел Божий. Очень часто, когда наше чадо зашалит, ну, бывает, прикрикнешь, да, не слушается, раз сказал, два сказал, не слушается, ну, может, даже кто-то и позатрещину даст. Вот это вот есть духовная позатрещина. Господь нам раз показывает теми или иными путями, что мы неправильно живем, что мы не так живем и не то делаем. Мы не слушаем. Господь ждет, пока мы поймем сами. Не понимаем. Он еще раз теми или иными способами пытается нас наставить на путь спасения. Мы опять не слушаем. Тогда Господь нам дает духовную позатрещину, ведет этих вот болезней. Да, болезнь неизлечимая. Да, даже бывает болезнь смертельная. Но и это продиктовано любовью Господа каждому из нас. Продиктовано желанием спасти человека. Потому что мы же с вами понимаем, я надеюсь, что все нас смотрят люди верующие, что здесь мы только в гостях. Наш Отчий дом, это Царство Небесное, куда мы все призваны. И Господь печется только об этом. И, конечно же, посылая к нам эти болезни, мы всегда должны понимать и думать, не за что нам Господь посылает эти испытания, а для чего? Для спасения. Для приобретения через эту болезнь терпения, смирения, веры, покаяния. То есть, получается, что, ну, в принципе, понятный момент, но его, наверное, стоит озвучить, вот еще раз акцентировать на нем внимание, что справедливость и милосердие – вещи разные, да? Господь, Он несправедлив, но Он милосерден. И милосердный человек, в принципе, например, может помочь своему врагу зачастую, да? А по справедливости-то зачем ему помогать? Он же враг, он может быть разорит. Мы говорим о справедливости земной. Скажем в Писании, нет правды на свете, кроме правды Божьей. Поэтому справедливость человеческая – это одно, а правда Божья – это другое. Спасибо. Что касается ответственности человека, который занимается вот таким больничным служением, есть такая мудрость восточная, что если ты человеку помог, ну, спас ему жизнь, то ты становишься ответственным за него. И вот это очень важный момент. Человек попал в больницу, за ним ухаживают, он выходит из больницы. Существует ли какой-то за ним далее надзор и попечение со стороны, и должно ли оно вообще быть со стороны вот тех, кто его окормлял и помогал ему, и поддерживал его, и духовно, и во всех остальных смыслах? Ну, надо понимать, мы говорим, если о церковном таком служении, о церковном окормлении этого человека, нельзя разделять церковь в больнице, вот церковь там какого-то приходика в каком-то районе города. Это единый организм, дело тела Христова. Поэтому, когда человек выписывается из больницы, будучи окормляем там священником больничным и сёстрами милосердия, он идёт в храм, рядом которым с домом находится, и окормление продолжается. Эта незримая связь не сохраняется и никогда не рвётся, лишь бы человек сам её не порвал. Потому что всегда мы говорим, чтобы человек никогда не терял веру в Бога, потому что Господь в тебя всегда верит. И самое главное, чтобы человек вот эту вот веру, которую он приобрёл, лежа на больничной койке, он её не потерял. Потому что бывает в нашей жизни, зачастую, сталкиваясь с болезнью, мы обращаемся к Богу, просим помощи, просим терпения, исцеления. Когда мы это получаем, выходим из больничных стен, радуемся, а Бога забываем поблагодарить. И забываем даже дорогу и к храму. А потом Господь опять-то все напоминает. И вот главное, человека, который выходит из больницы, получая исцеление, чтобы он не забыл, что это исцеление даровал Господь. Да, это на самом деле очень важное осознание. Приведу такой пример кратко, не буду называть ни имён, ни даже пола человека, который заболел, тяжело заболел и попал в больницу. У этого человека проблемы с его родственниками, но он просто им так вот, знаете, жёстко довольно к ним относится. Там у него есть дети. И этот человек их просто от себя очень отстранил. И с ними никак хороших отношений поддерживать не хотел. Эти же дети и другие люди о нём очень заботились, когда он находился в больнице. И чудом, казалось бы, когда уже никаких шансов нет, этот человек выздоравливает, выходит из больницы и продолжает абсолютно так же жить, как и прежде. Вот так относиться к всем своим домашним, несмотря на то, что ему пытаются объяснить по-доброму, что ведь тебе Бог фактически даёт ещё один шанс, чтобы что-то изменить. А вот такая вот жизнь, да, люди даже начинают уже горевать, что зачем мы вот так, несмотря на то, что они любят своего родственника. А мы здесь забываем ещё и о том, что болезнь Господом даётся не только этому человеку, который её несёт, но Господь и через болезнь близкого человека приводит ко спасению его родных и близких. Потому что действительно порой этот крест настолько тяжёл, что понести одному этому человеку невозможно. И вот родственники через помощь ему, через сострадание, через любовь, они разделяют ношение этого креста. И они также спасаются через это. И поэтому я думаю, что Господь даёт этот крест и болезнь для всех родных и близких этого человека. И я думаю, что горевать им не надо, надо за него молиться и самим Бога не оставлять, не забывать Бога, даже родным и близким этого человека. Потому что надо всегда помнить, что Господь посещает всех, всех родных, и болящего, и его дорогих близких. Мы как христиане, то есть каждый христианин открывает для себя богатство Священного Писания, в котором Господь, обращаясь к человеку, настраивает его душу на нужный лад, на Царствие Небесное, открывает для него множество удивительных глубин духовной жизни. Вот в служении милосердия есть ли, может быть, какие-то особенные места в Священном Писании, к которым стоит обращаться, чтобы себя вот так настраивать? Отдельные книги, может быть, какие-то? Или всё Священное Писание нам даёт вот этот необходимый настрой? На самом деле я об этом не задумывался, но действительно, всё Священное Писание, но пронизано жертвенной любовью Господа к нам. Он пришёл в этот мир из-за своего милосердия, из-за желания отдать самого себя за каждого из нас. И вот пример Господа, Его жертвенной любви является примером и для каждого, кто желает также служить ближним. Именно жертвенность принесёт истинные плоды, потому что если так работать и трудиться в полсилы, что-то экономить для себя, то это уже будет не милосердие. Вот, а, конечно же, есть прекрасные книги, это Авва Дорофей, пример именно служения у Адра Больнова, да. Это жизнь и автобиография архиепископа Луки Ивана Синицкого, «Я полюбил страдания». Удивительная книга. Это книга Антония Суровского, «Жизнь, болезнь, смерть». Тоже прекрасное наставление для тех людей, которые несут свои служения у постели больного человека. Много книг, но, конечно же, самое главное – это священное писание. Священное писание, как и книга, которая нас наставляет, укрепляет, но и как и историческая, мы не узнаем о примерах такого служения, да, вот из деянистых апостолов, из их посланий, мы узнаем, что такое служение начинает формироваться, развиваться именно с рождением православного христианства в мире. Это первые жены-диаконисы, жены-мироносицы, то есть те женщины, которые уже в начале формирования христианства подали нам пример такой жертвенной и милосердной во служении и жертвенной любви. Да, деяния святых апостолов, вот действительно вы упомянули, когда у меня, например, спрашивают друзья или знакомые, невоцерковленные, даже часто некрещенные, а что, с чего начать чтение Библии? Ну, самый классический ответ – это вот Евангелие от Марка, да, но я всегда советую «Деяния святых апостолов», потому что это очень динамичная книга на самом деле, такой, как некоторые прочитавшие говорят, настоящий блокбастер, вот евангельский, да, библейский, очень сильная книга, и там сильные примеры. Ну и, конечно, классическая литература наверняка нас, да, как-то может настроить тоже. Что касается социального предпринимательства, я вот что у вас хотел спросить, сегодня очень модное направление, ну, бесспорно, и многие молодые люди, ну, и так, таким образом, тоже себя проявить хотят. Ну, вот, знаете, есть в человеке предпринимательская жилка, он, значит, выбирает именно социальное предпринимательство, то есть вот тоже такой вид, можно сказать, служения людям и так далее. Вот, если об этом рассуждать, предположим, подумать о тех векторах, которые могли бы быть созвучны и вашему служению в том числе, что бы вы могли посоветовать тем молодым людям или каждому, кто хотел бы вот эту Ниву освоить и вот тоже, в общем-то, таким образом для себя, в себе открыть служение милосердия? Ну, на самом деле, служение милосердия, оно подразумевает бескорыстие. Бескорыстие, а предпринимательство уже подразумевает какие-то дивиденды. Но и это тоже неплохо. Человек должен трудиться, должен как-то зарабатывать на хлеб насущный, и мы помним, что и апостолы, и апостол Павел часто говорил, что я не живу за ваш счет, я палатки плету. И точно так же человек, это гораздо лучший вид предпринимательства, социальные, да, вот какие-то частные там клиники, там даже сельсинского ухода в том числе, чем торговать сигаретами, например. Я думаю, это гораздо лучше. И это тоже нельзя исключать из-за нашей жизни. Другое дело, какое место в твоем сердце занимают вот именно те дивиденды, какие ты получаешь от своей работы, с одной стороны, и от своего служения. Вот если у тебя на первом плане выгода материальная и твоя работа, то я думаю, что духовных дивидендов будет мало. А то, может, вообще не будет. Вот если ты стараешься, конечно же, как-то развивать свой бизнес, но при этом всё-таки ты относишься к своей работе, вот именно к той части, где касательно ухода за больными, как к служению, и для тебя всё-таки духовные плоды важнее, то, конечно же, я думаю, это начинание будет Богом благословлено. И более того, я думаю, что всё будет прекрасно у этого бизнесмена, потому что, как Господь говорит, что как тяжело, богатно войти в Царство Небесное. Но я думаю, что среди них, конечно же, есть люди, спасающиеся, которые, в том числе, я думаю, спасаются таким образом, через развитие своего какого-то такого начинания, но при всём при том, Господа, Его заповеди и служения ставят на первое место в своём сердце. Спасибо. Это действительно очень важный момент, его важно озвучить, поскольку сегодня есть такая тенденция, и лучше, когда, конечно же, человек выбирает эту сферу, поскольку в ней всё-таки уже видят, да, конечно, это как бы мой заработок, но таким образом я именно могу послужить, как-то улучшить жизнь для других людей. И это очень интересная мотивация, поскольку явление это само совершенно новое, ему там около 50 лет, а в России так это совсем новинка. У нас с вами остаётся меньше 10 минут, и вот такой ещё вопрос в рамках нашего диалога. Множество примеров в кинематографе есть, которые людей вдохновляют, и даже часто бывает такое, что меняют вообще мировоззрение человека, меняет его жизнь, он задумывается о чём-то для себя новом и пересматривает свои отношения к каким-то вещам. Что касается вот дел милосердия, может быть, вам известны или нравятся какие-то фильмы, в которых происходит либо с человеком такое метаноэ, такое преображение, либо же просто фильм о искреннем таком милосердном служении, который могут и на приходе показать, например, и просто человек для своего какого-то назидания, научения может к нему обратиться и так далее. Ну вот сразу мне приходит в голову фильм «Лука». Хороший, прекрасный фильм, светлый, радостный. Радостный не в смысле того, что что-то там весело представлено, наоборот, там показано тяжёлое служение, но радостный в том смысле, что человек выбирает путь спасения. Этот фильм повествует, как все поняли, о святителе Луке в Войне Сенецком. Прекрасная актёра, прекрасная игра актёров. И самое главное, что вот показана жизнь святителя, строго по его автобиографии, и показано его самоотречение, показан его подвиг. И я думаю, что для людей, которые как-то хотели бы где-то себя даже, где-то спрашивали, укрепиться, каким образом. Я думаю, что, посмотрев этот фильм, многие для себя сделают какие-то очень важные выводы. Спасибо. Ну и напоследок, какие-то наставления, может быть, пожелания, рекомендации от вас, Алис Алексей, всем нашим телезрителям, что бы вы хотели сказать? Ну, мы сейчас говорим о милосердном служении, о социальном служении, о том, как прийти к этому служению, как выбрать его, как не переоценить свои силы. Я думаю, что это возможно сделать правильно только тогда, когда ты сам попробуешь, что это такое, попробуешь свои силы на деле. Поэтому я всем бы, наверное, предложил, посоветовал, не бояться, не бояться вот этого служения. Попробуйте. Вот, может быть, придет человек, как я говорил в хоспис, 15-20 человек, но вот, может быть, вы останетесь в числе этих счастливых троих-четырех, но это будет особое благословение Божие. Поэтому я всем пожелал бы мужества, мужества и рвения в этом служении. А уж и Господь, видя ваше старание, ваше желание, ваше горение, я думаю, только приумножит и благословит это хорошее начинание. Спасибо, Отец Алексей. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность прийти к нам сегодня на эфир, и что мы с вами поговорили о милосердии. Думаю, это для многих будет очень полезно и познакомиться с теми начинаниями, которые вы ведете, те, которые ведет отдел по социальному служению и благотворительности нашей епархии, и о тех вещах общих, которые мы сказали для всех наших телезрителей, которые, дай Бог, коснутся каждого сердца. Спасибо вам огромное. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, мы с Отецом Алексеем прощаемся с вами. Желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире телеканала «Союз». ! Что? Это уledение?